очень популярная марка porsche в корее от нажимать на него что это что это тебе напоминает здесь же ты сидишь по отлично раз переключил раз переключил все тебе с этим салоном чуть здесь не нравится ну тогда иди пешком погулять покушать пошопиться друзья всем привет вы на канале да алекс авто с вами андрей сегодня у нас очередной обзор и в этом обзоре у нас немецкий премиум перец porsche cayenne комплектации платина а и и и В этом году данной модели исполняется 20 лет. Здесь у нас 3-литровый V6, который выдает 340 лошадиных сил, крутящий моментом 450 ньютон-метров. Хочу заметить одно. Все автомобили Porsche Cayenne, которые выпускаются с этим двигателем, именно с 3-литровым, они собраны в Малайзии. С 4-литровым мотором и 8-ми цилиндрами выпускаются в Словакии, в городе Братислава. Очень большое разнообразие дополнительных опций и комплектаций, их просто не счесть. Каждый человек, который захочет, может просто под себя индивидуально выбрать любую комплектацию, включая даже значки Porsche, куда их налепить, можно даже выбрать. И, кстати, они очень даже не дешевые. Автомобиль, данный в Корее, стоит в базе 117 миллионов вон примерно. Если вы начинаете дополнять его разными опциями, то вы можете набрать на 45 миллионов вон дополнительно. И в итоге автомобиль будет стоить больше 160 миллионов. Версия GT стоит 248 миллионов, плюс опции и комплектации примерно на 30-40 миллионов. Ну и считайте, сколько это будет стоить в Корее. Очень популярная марка Porsche в Корее. Здесь народ ее любит, богатый народ, естественно. Друзья, этот автомобиль разделяет рамы от Volkswagen Touarego, Audi Q7. То есть рама, двери, некоторые части электроники практически идентичны. Здесь у нас классический, в принципе, немецкий дизайн. Ничего такого нового, все очень понятно, просто, ровно. Вместимость багажника составляет 772 литра, а вместимость такого же Cayenne только в комплектации, то есть в модели Cube, примерно на 220 литров меньше. Ребята, давайте посмотрим более подробно багажное отделение. В Корее вообще люди, ну, в смысле водители, не возят особо колеса. Но вот у немцев, видите, есть такое колесо. Оно, кстати, какое-то необычное. Не надувается, скорее всего. То есть, думаю, хватит вам до ближайшего автосервиса, короче. Ребят, мы внутри. Вот я сел и хочу поделиться первыми впечатлениями. Места немного. Ну, по сравнению там с другими автомобилями, почему-то так кажется. Возможно, это потому, что здесь центральная панель, она как бы высокая. Здесь добавлены ручки, то есть, понятно, для пассажира зачем они. Ну, для водителя непонятно, зачем она нужна, то есть, держаться за нее. И, кстати, такие же ручки на дверях у нас. Вот, и мне кажется, что они будут немножко вот стеснять движение. Вот такой ключ у нас в форме машинки, да. Ну, как говорит владелец этой машины, самая главная опция – это вот этот значок. Я с ним согласен, в принципе. Нравится передняя панель, достаточно широкая. Она у нас цифровая, только посередине аналог. Получается, сбоку у нас цифровая, посередине у нас аналог. Немцы вообще, они славятся своей лаконичностью, практичностью. И без всяких вот таких финтиплюшек, которые вы можете обычно встретить в корейских автомобилях. Тут у нас трех уровней подогрев, обдув сидений. Ну, это понятно, там, подогрев заднего и переднего стекол, синхронизация климат-контроля, медиа, пневматическая подвеска, адаптивная пневматическая подвеска. То есть, она повышает или понижает клиренс, в зависимости от условий дорожных. Какие у нас настройки есть? Получается, три режима, плюс индивидуальный. Я так понимаю, что индивидуальный нужно самому настраивать. То есть, настраивается шасси. Шасси настраивается на три режима. То есть, это спорт, спорт и спорт плюс. Также можно настраивать автомобиль для езды по бездорожью. Высота шасси. То есть, высокая, средняя, низкая. И покрытие гравий, песок, камни и глины. Здесь у нас Apple CarPlay. Достаточно просто подключить телефон, один раз привязать его к автомобилю. И все приложения, которые доступны в автомобиле, будут у вас синхронизированы автоматически. Это достаточно удобно. Все дополнительные системы помощи водителя современной, они здесь имеются. Эта комплектация, она не очень богатая, так сказать. Но есть комплектация, точнее, не есть комплектация. Вы можете дополнительную опцию, например, взять салон полностью в Алькантаре. Сделать. Просто он настолько будет в Алькантаре, что даже на руле Алькантаре будет. Чтобы сделать таким салон, это будет дополнительно стоить 5,5 миллионов вон. Также можно сделать деревянные вставки. Будет стоить дополнительно почти 6 миллионов вон. Плюс дополнительно вы можете добавить алюминиевые элементы по дверям, на центральной паноле, на некоторых кнопках. Это дополнительно стоит примерно 4-5 миллионов вон. То есть сюда дополнительно просто для того, чтобы разукрасить, не разукрасить, а сделать салон побогаче, можно влить порядка 15-16 миллионов вон. Что ж, сзади места много. Впереди, ну вот видите, я впереди сидел. Порядка 12-15 сантиметров есть. Сверху чуть меньше. Но тут, видите, эффект. То, что здесь панорамная крыша, кажется, что мне места много. Хотя на самом деле его не так уж и много, может сантиметров 5-3, 3-5 сантиметров на голову. У нас тут по классике подстаканники, крепление для детских кресел, трехуровневый подогрев сидений, направление потока можно. Тоже щелкает все. Хорошо продумали, потому что иногда бывает, что если это сенсорные кнопки, непонятно, нажал ты или нет. Здесь все понятно. Если щелкает, значит нажал. Очень похоже на Touareg и на Audi. Да. Ну, это база одна, поэтому я думаю, что они там многие вещи взяли просто оттуда. Две зарядки USB. Вот здесь есть даже полочка такая специальная, наверное, для очков. Наверное. Не знаю. Для чего эта полочка? Вот это пепельница же. Это пепельница? В этой машине пепельница есть. А, прикуриватель. Ребята, в этой машине есть пепельница. Прикуриватель. Хотя самого прикуривателя нет. Все записывать? Ну, все, теперь я начну говорить плюсы и минусы этой машины. Готово? Поехали? Ну, все, теперь поехали. Ну, во-первых, здесь огромная классная панорамная крыша. И здесь нет, как бы, крышки этой крыши. Вот смотри, я сейчас закрою эту крышу, и ты увидишь, что на самом деле это просто такая сеточка. То есть, это не крыша. То есть, это не вот это, это просто вот сеточку, да. Вот смотри, потрогай. Ты можешь даже сквозь нее видеть. А-а-а. Да. Но это не мешает шумоизоляции. В этом автомобиле самая лучшая, по-моему, шумоизоляция у этой машины, несмотря на то, что вот эта вот не закрывается, да, на которой когда-либо я ездил. Потому что обычно, например, как у Палисада, ты едешь на Палисаде, 120 набираешь, и все, шумоизоляция там нет, она пропадает. То на этой машине ты можешь хоть 180 ехать, шумоизоляция. Ну, примерно остается на том же уровне. Конечно, тут какой-то шум появляется в районе зеркала. На высокой подвеске я обычно не езжу, потому что она жестче, на низкой подвеске машина плавнее. Вот сейчас это нормальный режим, я как бы продавливаю не до конца, позволяю переключиться передачам. И потом еще раз, как будто кик-даун делаешь, смотри. И тогда она разгоняется чуть-чуть пошустрее. Ну да. Да, просто нужно это понять, как это работает, и потом тебе не нужны даже мануальные эти самые. Значит, ассистенты, ассистенты у этой машины обалденные. Но на палисаде лучше. Если сравнить с палисадным моим предыдущим автомобилем, например, да, то ассистенты на палисаде лучше, они более понятны и доступны. Здесь же почему-то нужно додумываться везде. Так себе. Ну так себе, да. Вот сейчас ставлю на спорт режим, просто спорт, без спорт-плюса. И вот, как бы, здесь такая педаль, и надо чуть-чуть продавить, как будто кик-даун делаешь, но при этом не делаешь его. И потом еще добавляешь, и она... То есть ей нужно позволить на маленьких передатчах переключиться вовремя, и тогда она подхватит динамику. А если это сразу в пол даешь, либо с лонча надо делать, с лонча тогда он тоже дает бешеную скорость. Вот смотри, сейчас заворачиваю, как тебе крем? Да. Нет, практически нету. Практически нету, потому что заднее колесо тоже завернуло, да. Немножко как будто бы Porsche не могли определиться, сделать ее больше комфортной или больше скоростной. И получился какой-то никуда-нисюда. Почему еще, потому что у нее, у этой машины есть Cayenne-купе GTS, да, Turbo GT, то есть, правильно я назвал ее, да, 4-х литровый, но он купе. Но так как он есть, да, и если ты хочешь действительно погонять там на супермашине, тогда покупает типа Turbo GTS, а это просто вот, просто ездить на 150 миллионов больше. Да, он стоит в два раза дороже. То есть, можно два Porsche купить. Да, можно два Porsche купить, но они не будут ехать вдвоем, так как ездить на Turbo GT, понятно же, дело. Turbo GT у нас дает, сколько там, 520, да, по лошадиных сил, что-то там. Да, там, 500 и чем, 550. Да, ну, нет. Ну, самый быстрый считается этот, подключаемый гибрид. Да, да, гибрид. Ну, вообще, у Porsche все машины быстрые. Panamera тоже 3 секунды она делает. Ну, мне сказать, что Panamera Turbo делает даже Played, этот Tesla. Я сомневаюсь. Мне кажется, с электричкой вообще тяжело сравниться на коротких дистанциях, опять же. Ну, вот я не знаю. Это мне сказал продавец Panamera. Ничего себе. Что, так, да, можно было? Вот, у тебя сложность. Вот, примерно вот так понял, да? Разницу понял? Да. Как он разгоняется. Видишь, резко нажал и холд. Очень. Вот, я сейчас не даю в пол, я даю, вот, как бы, ему переключить скоростя. А, если бы отпускаешь? Что-то, что-то что-то слетело? Бам, бам. Бам, был нормально пожил. Ну, его не так чувствовалось, как когда я ехал. Он как бы был, но он такой был. Да, потому что я резко дала, ты притормозил. Он был миллисекундный, можно так сказать. Ну, когда я делал здесь тест-драйв на Q8, я скажу честно, то чуть-чуть поменьше был удар. Тут, что вот эта машина вот так делала. Мне, вот, вот, что классно еще будет настройка в этой машине. Она полностью контроль дает, полный контроль над тем, когда ты едешь. Посмотри, вот эти, кстати, побольше сделали. Здесь было меньше раньше вот этого. Жаль, что ли здесь нет. Да, что-то гоняет, поэтому. Кстати, здесь много любителей погонять в этом районе, где я живу. В сонду много любителей погонять. По ночам слышу иногда, как там... Какие-то очень серьезные машины пролетают просто под 300 км в час рядом с окном моим где-то. Даем респонс. Спорт респонс. Он же тистер. Есть небольшой. Вот сейчас на этой скорости, вот на таких скоростях, у нее есть все прелестные машины. Слышишься, даже не чувствуется. Держись. Сейчас ничего пошли, вроде, да? Потому что скоро слишком большая была. Ну да, слышно было движок. Ну что, не то, да, все равно? На большой скорости. Сварян, варсера. Чуть дает, дает. Дальше? Есть вот этот момент, когда ты думаешь, ну все, как бы дальше, наверное, она уже не будет как будто сжимать. Да, сжимает, сжимает, сжимает. Вот она, да, прелесть, говорю ее, на большой скорости. Она вот хорошо дает на большую скорость. А вот еще одна Панамера стоит, смотри. А, нет, это Панамера или какой-то? Это Каррера, по-моему, а Бокстер, да. А вон еще один стоит, вот смотри. А это, кажется, Макан. Ну это Каен. Каен? Это Макан. Каен, да? Каен, да? Макану меньше. Да, Макану чуть поменьше. А он еще один Порше стоял. Короче, в этом районе любят, а-а-а, извиняюсь, любят Порши. Ну или Порше. Я вот еще хотел сказать то, что в Корее с 2020 года иномарки обслуживаются только у официальных дилеров. Вот если в России иномарки могут там обслужить другие люди, просто которые это умеют делать, здесь в Корее, если у вас машина новая, то ее прочинить в других автосервисах, что касается электроники конкретно, да, там, диагностика, когда надо подключать определенную технику, оборудование, чтобы диагностику. Малейшая кнопочка, если у вас не горит, это вам сразу нужно ехать к дилерам. То есть обычный там автосервис, они этого не делают, потому что, как они говорят, что здесь производители перестали делиться с ними вот этим программным обеспечением. То есть они не могут этого делать просто физически. Поэтому здесь, ну, с одной стороны, это хорошо для тех, кто хочет заказать автомобиль иностранного производства, иномарку из Кореи. То есть это немецкие, американские, то есть не корейские машины. Потому что вы точно знаете, что в Корее она обслуживалась только у официалов. Да, правильно. А с другой стороны, это для корейцев самих здесь это проблема, потому что, когда вы покупаете там Mercedes, если у вас не горит кнопка, вам нужно ехать к официалам. А у официалов там живая очередь. И вы можете машину там ждать, не знаю, неделю-две, пока вот до вас дойдет очередь. Ну вот сейчас, ты же видел, гарантия 3 года. Поэтому через 3 года менталитет впилим в голову, что через 3 года, ты должен поменять машину, все, она неинтересна больше. Мы за нее больше несем ответственность. Поэтому здесь ездите все по гарантии. Это Porsche тоже на гарантии до сих пор. Я даже не знаю, сколько много, сколько, кстати. 3 года тоже, да, недавицкие машины? 3 года всего лишь гарантии. Он уже, знаешь, самое интересное, вот зайдешь, если сейчас в Porsche, захочешь заказать машину, ты будешь его ждать полтора года. Очередь растет, то есть через год, может быть, ты будешь ждать 2 года. То есть ты пришел, купил машину для 2021 года, а получил ее в 23 году. Вот самое интересное, да, вот за что любят Porsche, интересно. Вот дизайн не всем заходит, особенно передняя часть. Кто-то называет лягушкой, кто-то акулой, кто-то инопланетянином, кто-то еще чем-то. Но видите, у Porsche столько поклонников, да? Это прежде всего имидж, скорее всего. Имидж, я тоже думаю. Ну, потому что это премиум марка. Ну, ты бы взял себе Porsche, если бы у тебя вот просто, ну, вот просто ты миллионер, вот ты бы взял Porsche. Ааа, вопрос, наверное, наверное, нет. Ну, тогда иди пешком, честно. Почему? Ну, я бы взял электричку себе. Тайкан, смысл? У меня все ваши, короче, беловеды. Ну, мне полстар понравился, реально. Ну, именно по вождению. Вольво, что ли? Да. Ну, он лучше, чем Айоник, 100%. Слушай. Айоник, он как-то такой чистый. Ты сейчас про шестой Айоник? Да. Что-то я смотрю на него, я не могу понять, что они из него сделали. Лучше бы они у них... Айоник, это какой-то, я не знаю, это что-то, что-то с чем-то. Я никак не могу понять концепт этого дизайна. Причем мы встретились, да, с этим дизайнером же, на выставке в Кусане, когда Айоник презентовали. Я хотел у него взять интервью. Он такой, я сейчас, говорит, приду, и вот надо было у него ему взять, ну, то есть ему дать мне интервью тогда. А я хотел у него спросить, может, он как будто чувствовал. Я хотел спросить, что там, да, вот ты... Ладно, сейчас не будем. Мы потом хотим сказать, ты что, обкурен и будешь, что ли? Нет, там просто цель была, самая главная цель, это снизить коэффициент аэродинамического сопротивления. Ну и при этом изуродствуем, да, изуродствуем все. И по-моему, сделать то, что похоже на других. По-моему, как будто недоделанный Porsche с 90-х каких-то или 80-х получился. Ну, извини меня, это мое мнение. Я просто... А у них 5 мне больше нравится, хотя он тоже как-то там... Просто мы же понимаем, что нет идеальной машины, нет идеального дизайна, да и у людей вкусы разные. Вот кто-то скажет, что бы ты купил себе вот такую лягушку, как этот Porsche Cayenne, да? А кто-то скажет, блин, классный дизайн. Поэтому... Я тебе могу сказать, что если ты... Вот когда садишься, не знаю, я вот когда мы делались ролик под пацаном снимали, там было 10 машин, из них было половина где-то это были немецкие и там американские машины. Ну вот ты когда садишься в американскую машину, даже BMW, ты... А потом ты садишься просто в обычную Sonata Hyundai. И ты прям чувствуешь эту разницу, насколько она комфортна. Вот еще один Porsche Cayenne. Кто комфортнее-то? Sonata. Sonata комфортнее, чем BMW? Да. То ладно. Ну хотя, может, я уже просто от выхода корейских машин... Я не говорю про ходовые характеристики. Ну да, да, да. Я говорю про ощущения в салоне. Вот садишься, все как-то вот современно, вот как-то ты... Просто открываешь дверь, у тебя раз там сиденье, назад. Ты-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Все так тр-р-р-р-р-р... Загорается. И вот это ощущение, оно... Ладно, не перебачивай, немецкая машина то, что так делает. Немецкая машина, не об этом. просто я наверное не особо как-то ценю вот это вот спортивность для меня важен больше комфорт не спортивность может быть из-за этого мне больше porsche не очень потому что корейская но тот же genesis неприятнее но именно сидеть я не говорю про вождение ну да я вот что хочу сказать насчет корейских машин это то что в корейской машине они все продумывают всегда то есть ты сел у тебя нет двойных мыслей там это что такое все до сел ты поехал тебе не надо не привыкать а porsche посмотрел подогрев сиденья вот здесь я извиняюсь вот как на него нажимать вот таким вот образом вот я сейчас нажал вот так нажимать на него что это что это тебе напоминает что сказал сейчас подогрев руля это тебе напоминает да ну вот или вот так да кнопка вот это отвечает за то чтобы автостоп доработал как это вообще ними в корейских машинах нет таких вопросов ты сел ты поехал у тебя нет вопросов ваку матросов нет вопросов у корейцев нет короче не рифмуется ну я думаю что если бы немцы сделали бы такой же салон как мне вот корейцы плюс сама база автомобиля не ну подожди это было бы наверное чуть ли с этим салоном чуть и здесь не нравится не знаю но это на вкус опять таки мне кажется хотя мне раньше да мне раньше корейские больше нравится но теперь я понял что делать немцы они понимаешь они тебе дают ощущение другое ты в салоне сидишь и вот здесь хреново с эргономика честно скажу я сажусь мне вот такая маленькая сумочка я не знаю куда ее положить куда ее положить но здесь огромные ниши в дверях в палисаде на прилив корейских машинах но это еще от модели зависит у них будет лучше с эргономикой ты пришел там суда положил суда здесь ни на что ничего здесь все глянцево сюда ничего нельзя ложить не дай бог поцарапается вообще ужасно с эргономикой но зато когда ты сидишь в этой машине ты чувствуешь себя за машиной ты чувствуешь вот в палисаде сидишь как будто я или вот айоник 6 сидишь как будто айоник 5 смесь сидишь как будто как-то объяснить как на кухне как я обычно говорю здесь же ты сидишь о отлично вот да видимо уже конец здесь ты сидишь как в машине как спейс шип как по-русски как на корабле как он космическом ты чувствуешь что ты сидишь в быстрой машине вот это чувство оно другое кому-то нравится кому-то нет честно я тебе с тобой соглашусь мне тоже нет они не обязательны но кому что что же все вот пришли в заведение в корее весьма цивильно а то обычно мы ходим по всяким этим столовкам заводским стрит-фуды а вот решили зайти здесь у нас европейское меню получается найти пире вот у нас и выключилась монетизация друзья принесли нам еду очень все цивильника куриный стейк курица картошка курица 2 саби кукуруза вот так попробуем давайте давайте тогда уже приятного аппетита попрощаемся друзья спасибо за просмотр и спасибо что поддерживаете нас помню еще раз если вы хотите приобрести автомобиль из южной кореи приходите к нам в чат ребята вам помогут в общем давайте до следующего выпуска увидимся скоро пока он добавить просто что в телеграм-канале до выставляем эксклюзивные видео которые не уход ютюбе поэтому если вы смотрите сейчас то видео в ютюбе и действительно заинтересованных покупки автомобиль из южной кореи обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что там выходит вся информация какая даже как сейчас уже расписание суден мы судов до правильно расписание общем доставки до владивостока уже выставляя погрузки ваших автомобилей поэтому обязательно 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 подписывайтесь на наш телеграм-канал сетюба все до скорых встречи пока